Данила, доброе утро! 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 Пришли и выложили эти самые деньги. В чем прикол? Они их меньше всего думают. Организаторы, конечно. Вот, я бы никогда не пошел на такое мероприятие. На втором месте у нас матч Россия-Швеция. Это футбол. Еще одно спортивное событие, которое, знаете, на удивление, прошло в Твиттере абсолютно ровно. Ничего там не было. Так что ни мемов новых, ни обсуждений, ничего. Вообще все очень спокойно. Я не знаю, то ли потому, что все запасы способности придумывать мемы израсходовали во время чемпионата мира, то ли потому, что матч был не очень интересный, закончился он 0-0 вроде как в ничью. Ну, интересуются и хорошо. Интерес поддерживают, да. Но, как-то вот говорю, в Твиттере, допустим, об этом ни слова не говорили. На третьем месте у нас Покров при Святой Богородице. В общем, православный праздник. Я уж не знаю, что там именно искали. Но в Тюмени это чудесным образом все-таки совпало со снегопадом. Наконец-то, да. Вот это тоже очень многие отметили. И даже те, кто и к православию, и вообще к этим праздникам никакого отношения не имеют. Ну, тут вот раз узнали, что Покров, и тут у нас, значит, снег, и так все красиво. Все, конечно, впечатлились. Может быть, именно поэтому полезли что-то искать. От меня будет новость такая. Чешский, как оказалось, как и русский язык, он, в общем, такой... А? Не прост? Он очень похож. Они похожи, эти два языка. Но дело в том, что некоторые слова, они значат совершенно другие какие-то вещи. Я знаю парочку. Вонявки, например, это духи. Ух ты! Да. Тут, кстати, логика как-то прослеживается. Вонявки, духи... А презрение это, внимание, там, что-то такое. О, вот ты... Я не знала. Сразу видно, что ты очень подготовленный человек. Русская пара, которая живет в Чехии, она выпустила веселый чешско-русский словарь в картинках. Так уж получилось, что одному из супругов, я уж не помню, кому именно, дали задание в университете придумать, значит, какой-то доклад на какую-либо тему. Ну и, в общем, тут обратили они внимание на то, что слова некоторые похожи, и решили, а почему бы не просто подготовить доклад, а сделать книжку. Показали своим друзьям чехам, те посмеялись, показали русским, значит, своим друзьям, те тоже посмеялись. И в итоге уже два тома вот таких вот картинок вышло. Это очень забавно, очень смешно. Ну вот, допустим, поганка, оказывается, по-чешски, это гречка. Поганка? Поганка, представьте. Я удивился. Да, скот, это исключительно шотландец, а не то, что у нас. Да, ну, это, кстати говоря... Ну, это логично, да. Да, это, кстати, не только у нас. У нас скотч, у них скотч. Да, и, кстати, скотч, происхождение слова скотч тоже связано с шотландцами, но это другая история, о ней я как-нибудь потом расскажу. Да, что касается супа, он почему-то полевка. Полевка? Да, вот как мышь-полевка у нас, значит, да, а у них полевка это суп. Похлебка? Я просто думаю, а как это, наверное, звучит для русского человека неподготовленного, когда им говорят, ты полевку будешь там, да, или что-нибудь в этом роде. Самое, на мой взгляд, интересное получилось, стул, это, оказывается, у них стол. Стол? Да. Все наоборот. Люди наоборот. Люди наоборот, да. Или, допустим, очень мне понравилось овощи, это, оказывается, фрукты. Фрукты? Почему так? Вот, а у них овощи зеленина, и это тоже, когда вот я рассматривал эти веселые картинки, да, я подумал, что чешский язык стоит выучить только за то, что он местами очень красивый. Вот зеленина. Зеленина фрукты. Это очень интересное, люди, у них любимый рождественский фильм, который они садятся смотреть всей семьей ежегодно, это прямо ритуал такой, это морозка. Ага. Да, но интересно бы послушать морозка на чешском. На чешском, да, что из этого. Как оливье бы звучало. Ой, я даже представить себе не могу. Оливки? Ну, тут можно, на самом деле, пофантазировать, да, или обратиться к этим ребятам, вдруг они третий том выпустят. Рисуют. Вот, найти это можно в интернете, просто ищите, вот, по запросу, собственно, может быть, воспользовавшись, опять же, поисковиком Яндекс. Данила, спасибо большое, в следующий раз ждем тебя уже в зеленой футболочке, да, потому что, как бы, каштым же подушкам, что уже наряжался теперь к зелененьким. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...